Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Вновь мы с вами в эфире. Сегодня все чаще приходится слышать, что вера и церковь – это совсем разные вещи, которые между собой не связаны, что вера вполне может обойтись без церкви. Так ли это? Вот давайте подумаем. Некогда еще античный философ Аристотель советовал начинать любое рассуждение с определения понятий, что именно мы называем тем или иным словом. Что такое вера? Это слово может обозначать разные вещи. Иногда это просто нежелание смириться с бессмысленностью мира, с вечным небытием, как итогом всего. Тем известным принципом «закопают» – лопух вырастет. Иногда это означает смутное ощущение присутствия чего-то непостижимого, высокого и прекрасного. Иногда в минуту беды или опасности просьба о помощи и защите, обращенная к кому-то, часто даже не очень понятная, к кому именно. А иногда просто признание того, что Бог, наверное, существует где-то там, за пределами моей жизни и всего, с чем я имею дело. Такая вера, конечно, может обойтись без церкви. И отлично обходилась и обходится. Ученики Христа, апостолы, выйдя на проповедь Евангелия, обращались к людям, у которых уже была религия. Атеисты в древнем мире были практически неизвестны. Люди почитали тех или иных богов, призывали их на помощь, пытались установить связь со сверхъестественным миром при помощи тех или иных ритуалов, верили в то или иное по смерти. А сегодня в инопланетян. Да, собственно, во что только не верит современный человек. И даже апостолы, ученики Христа, о которых говорилось выше, не призывали людей поверить в реальность духовного мира. Они призывали отвергнуть ложных богов ради истинного бога. Многим современным людям это может показаться странным. Не все ли равно, как почитать божественное? Не все ли дороги ведут на вершину горы? Проблема, а может быть и беда в том, что в наше время атеизм придал религиозному поиску оттенок какой-то несерьезности, некой ненастоячности. Люди сильно сомневаются в реальности духовного мира вообще и склонны рассматривать духовный поиск как игру. Как пишет один популярный современный автор, религиозность – часть человеческой природы. И не так уж и важно, какую именно религию практикуете, если она удовлетворяет ваши потребности. Однако в человеческой жизни неизбежно наступает момент, когда перед лицом важного выбора, перед лицом трагедии, перед лицом смерти вопрос о духовной реальности встает с предельной серьезностью. Что, или вернее, кто действительно может нас спасти? Пока мы сидим дома, прорабатываем разные дорожки на вершину, кажется, все это верхом мудрости. Но когда нам приходится отправляться в путь, то очень важно знать правильную дорогу. Даже Гугл указывает варианты. А в горах бывают пропасти, оползни и лавины, и совсем не все равно, каким путем мы пытаемся добраться до вершины, где же искать этот путь. Есть вещи настолько самые очевидные, что мы их не видим. Одна из таких вещей, вот как мне покажется странно, это календарь. Почему я о нем хочу рассказать и поразмышлять? Мы ходим на работу, отмечаем праздники, встречаем Новый год, Рождество, Пасху, спорим об исторических событиях и обычно не замечаем, что наш календарь, как и любой календарь, имеет точку отсчета. История делится на годы до и годы после. Годы от определенного момента делятся на то, что было до нашей эры и нашу эру. Что за событие лежит в центре? Это рождение одного человека. Он не был могущественным императором или великим полководцем, то есть одним из тех, про кого обычно пишут в учебниках истории. Он вырос в семье небогатых ремесленников и в маленькой политически незначительной стране, оккупированной войсками огромной империи, большую часть жизни он провел совершенно незаметно. И только последние три года он ходил по стране, проповедуя свое послание. Духовные вожди его народа сочли его богохульником, а оккупационная власть – опасным смутьянам. его арестовали и предали страшной, мучительной смерти. Один из его учеников выпросил его тело и похоронил его в гробнице. Этот человек не написал книги, он не основал династии, он не создал государства, но он оставил учеников. И от них мы и знаем о нем. От них мы и знаем то, что перевернуло всю историю мира. Он воскрес из мертвых, и они видели его воскресшим и живым. Звали его Иисус. И именно от его рождения мы и ведем отсчет лет нашей эры. Евангелие, дошедшее до нас свидетельство, оставленное его учениками, доносят до нас как его слова, так и реакцию слушателей. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 46 стих. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Эти слова не просто отражают эмоциональное потрясение, они точны в самом буквальном смысле. Человек по имени Иисус называл Бога своим отцом. Более того, он говорил, что пребывал с отцом прежде создания мира, что он и Отец одно, что именно он, Иисус, придет судить все народы в последний день, что наше вечное спасение или вечная гибель зависит от того, как мы отнесемся к нему, Иисусу Христу. Перед каждым читателем Евангелия встает неизбежный вопрос. Правда ли это? Мы можем читать сочинения древних авторов, испытывать к ним уважение или, напротив, неприязнь, доверять или не доверять их словам, но независимо от этого мы знаем, что эти люди давно умерли, и все, что у нас есть, это их слова. Но если то, что говорится в Евангелии, правда, то текст обретает неожиданное измерение. Иисус оказывается не персонажем древней истории, не древним философом или учителем морали, но живым Богом и Спасителем, который присутствует здесь и сейчас. В этой самой комнате так же несомненно и реально, как он присутствовал среди жителей Палестины две тысячи лет назад. И мы можем встретить его. Как-то в одной из передач я уже говорил о том, как митрополит Антоний Сурожский пишет об этом опыте встречи. Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка, которую я читал медленно, потому что язык был непривычный. Я вдруг почувствовал, что по ту сторону стола тут стоит Христос. Мы можем пережить яркий мистический опыт, как владыка Антоний, а можем и не пережить. Но если Евангелие истинно, а оно истинно, человек по имени Иисус здесь и сейчас обращает к нам вопрос. Ты веруешь ли в Сына Божьего? Притязания Иисуса настолько радикальны, что мы не можем вежливо уклониться от ответа. Нам приходится сказать «да» или «нет». Иисус Евангелие говорит не как учитель, который пришел поделиться своей мудростью веков, не как мудрец, которым можно вежливо восхититься и которого можно при случае глубокомысленно процитировать. Он говорит как царь. Царь не какой-то одной страны, но царь мирозданий. Вопрос, который ставит перед нами Евангелие, признаем ли мы его таким царем? Он – Господь Вселенной. И пока мы не признаем Его нашим Господом, мы пребываем в трагическом и пагубном мятеже против самых оснований реальности. Так вот, христиане – это те, кто отвечают «да». те, кто принимают слова Иисуса о себе как истинные. Именно такой ответ и называется христианской верой. И именно от этого ответа вытекает все остальное – отношение к Богу, людям, к себе самому и, конечно, к церкви. но об этом мы поговорим в следующий раз. Редактор Субтитрова Корректор А.Егорова К betillas Субтитры создавал DimaTorzok